Как обычно, по традиции, мы с вами начинаем видеообзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Итак, в направлении Старомайорского вооруженные силы обороны Украины имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Противник продолжает оказывать мощное сопротивление и осуществляет перемещение своих подразделений из глубины обороны. Применяет резервы. Кстати, вот то, что я говорил, резервы тянутся со второго эшелона обороны, войска перетягиваются в первый эшелон, то есть на линию обороны. Соответственно, там, в этих окопах, остаются только дежурные средства. Это в лучшем случае, а может быть даже и ничего. На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия, севернее и южнее города Бахмут. В ходе ведения силами обороны наступательно-штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиции в районе Андреевка. Об этом мы еще сегодня более подробно поговорим, когда будем разбирать действия по оперативным направлениям. Но, тем не менее, Генеральный штаб вооруженных сил Украины фиксирует продвижение наших войск. Есть информация уже, что не только Андреевка отличилась тем, что наши войска освободили этот населенный пункт. Российская Федерация продолжает бороться с мирным населением Украины и в дальнейшем игнорировать законы и обычаи войны, используя тактику террора. Сегодня ночь была не исключением и если на юге Украины было более-менее спокойно, то центр и север Украины подвергся очередной шахедобесию, шахедной атаке. Полтавская, Киевская, Житомирская область информация о последствиях сейчас уточняется и о количестве шахедов, которые были применены, тоже сейчас уточняется и будет обнародовано, я вам ее доведу. За прошедшие сутки враг нанес один ракетный удар, 72 авиационных удара и совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и по населенным пунктам в прилегающей прифронтовой зоне. К сожалению, есть погибшие и раненые среди детей, гражданского населения, разрушения и повреждения получила портовая инфраструктура и пункты хранения зерна на юге Украины, а также жилые дома. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается довольно высокой. За прошедшие сутки противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на этих направлениях произошло более 35 боевых столкновений. Волынское и Полесское направления. Здесь оперативная обстановка без существенных изменений, ну за исключением, если так можно немножко пошутить. Вагнеровцы готовятся совершить экскурсию в Польшу, в Жешу и в Варшаву. Но об этом я более подробно расскажу в следующем разделе нашего видеообзора. На Северском и Слобожанском направлениях. Тут противник нанес авиационный удар в районах Гурьев-Казачок и Песчаная Харьковской области. Совершил минометные артиллерийские обстрелы, под которые попали более 30 населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей. На Купенском и Лиманском направлении. Это самое сложное направление. Здесь обстановка, я бы даже сказал, не то что критическая, она очень сложная, она на уровне критической. Да, противник продолжает давить на Новоселовское, причем не только на сам населенный пункт, но они пытаются его обойти справа, с севера и с юга. Также пытаются ввести дополнительные силы для развития наступательных действий. Мы отправили туда, я вчера вам говорил, мы туда отправили усиление. Туда подошла артиллерия и с подходом нашей артиллерии противник был остановлен и даже в некоторых местах отброшен на несколько сотен метров. То есть мы дали отпор и сейчас продолжаем, Генеральный штаб продолжает стабилизационные действия на этих двух оперативных направлениях. Да, мы знаем, самое, на мой взгляд, самое такое опасное, это то, что там еще, как говорят, тихонечко стоит во втором эшелоне тактическая группа 1-й гвардейской танковой армии. Да, это Кантемировская, это Манская дивизия, вот, она еще не вводилась в бой и пока что не проявляет никаких признаков жизни. То есть они стоят где-то на удалении 4-х часового марша, вот, а это порядка где-то 100 километров. То есть мы туда достать особо ничем не можем, то есть хаймарсами пока что не можем, может быть и подумают насчет вот таких вот ударов. Но мы знаем и наблюдаем за этой оперативной группой. Как только у нее начнется какие-то движения, ну, соответственно, Генеральный штаб Украины будет принимать решение, вооруженных сил Украины будет принимать решение о противодействии этим мероприятиям. Ну, в общем, очень сильно давит враг, мы стараемся, мы практически остановили все продвижения врага, на некоторых участках начали контратаковать довольно успешно, и сейчас, в общем, на линии фронта проводится стабилизация, на Купенском и Лиманском направлениях проводятся стабилизационные действия для стабилизации линии боевого соприкосновения. Вот такая вот здесь обстановка. Бахмутское направление. Ну, вот здесь нас с самого утра радует наш Генеральный штаб. Несмотря на то, что противник пытается атаковать в районе Орехово-Василовки, южнее Ивановского, наши войска отбивали атаки врага, продолжаются бои у Клещиевки и в самом селе. Также силы обороны преуспевают возле Андреевки и имели успех возле Курдюмовки. Бои продолжаются. В общем, обстановка складывается следующим образом. В Андреевке, я уже сказал в самом начале, мы фактически освободили этот населенный пункт. В районе Курдюмовки мы продвигаемся, продвинулись вперед тоже значительно. Простите. Вот, тоже значительно продвинулись. И, то есть, вот этот правый фланг, южная окраина Бахмута, здесь мы имеем довольно хороший успех. Мы его развиваем. Ну, это вот по официальным данным. Я вам только что перечислил. И вдогонку, буквально перед самым началом записи этого видео, появилась информация, но она еще требует официального подтверждения Генштаба, что Клещиевка пала. Я вам говорю, что освобождение Клещиевки это вопрос нескольких суток, причем ближайших суток. Потому что с успехами в Курдюмовке и в Андреевке, ну, невозможно удержать Клещиевку, потому что она получается в глубоком, она получается в полном окружении. Так что, я не удивлюсь, что это соответствует действительности. Причем первыми о том, что Клещиевка пала, мы, российские войска отступили из Клещиевки, сообщили российские военкоры. Там появилась. Потом уже эта новость начала появляться на наших телеграм-каналах. Но пока что, в любом случае, успех на очень хорошем, на Бахмутском направлении. Практически, продвижение на южном фланге от Бахмута дает нам возможность идти на перерезание трассы. Поворачивать от Клещиевки мы должны направление Солидара на перерезание трассы. И это перерезание трассы срезает полностью выступ. Полностью. То есть, вот такой маршрут, допустим, Клещиевка-Солидар-Сиверск, посмотрите на карту, вы увидите, что вот это огромный кусок, огромный выступ, который вот находится между Сиверском и Бахмутом, точнее Клещиевкой. Его можно срезать вот такими вот действиями, развернув войска в направлении Солидара и впоследствии, встретившись, допустим, с встречным ударом нашей группировки от Северского в направлении того же Солидара. Ну, это мое предположение. Как примет решение Генеральный штаб, в каком направлении дальше двигаться войсками, Это мы с вами узнаем в ходе боевых действий на этом оперативном направлении. Так что, пока что можем немножко на Купинском и Лиманском направлении, здесь, затаив дыхание, мысленно поддерживаем наши войска. А на Бахмутском направлении можем немножко выдохнуть чуть-чуть, в том плане, что в южный фланг Бахмута мы имеем огромный успех, большой успех на довольно широком фронте. Это тоже очень важно отметить, на широком фронте. Далее, на Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского. И продолжаются активные боевые действия возле Невельского. Там противник пытается атаковать наши войска, и там идут очень ожесточенные бои. Но за прошедшие сутки линия фронта не изменилась. Враг успеха не имел. На Маринском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Красногоровки и Маринки. Кстати, на Маринке они накапливали резервы, но пока такого активного ввода в бой этих резервов мы не наблюдаем. Кстати, наоборот, еще я пропустил, там на 102-й полк 150-й мотострелковой дивизии был переброшен в район Бахмута для того, чтобы помочь стабилизировать ситуацию. Но это не помогло. Этот полк перемололи вместе со всеми теми силами российских войск, которые были на Бахмутском направлении. Но зато откусили, видите, с Авдеевского направления 150-я дивизия, которая, по идее, должна была там воевать. Я напомню, это довольно интересная дивизия. Она была создана, это самая новая дивизия на момент начала вторжения российских войск в Украину. Город, пункт дислокации Шахтинск, она вдоль нашей границы формировалась. И ее формирование, ее ввели в строй в 19-м году. В 18-м она проходила боевое слаживание, ее ввели в строй в 19-м году. Шойгу хвастался, что это самая современная дивизия в составе вооруженных сил России. Но в первом же своей боевой операции, а именно в Мариуполе, дивизия была разгромлена. Кстати, этот же 102-й полк был полностью разгромлен. И командир дивизии погиб в Мариуполе. Мы в результате боевых действий, наш полк Азов разгромил, ну, полк Азов как основной, наши силы обороны в Мариуполе разгромили эту дивизию. Сейчас она появилась опять, но вот видите, ее уже растаскивают по полкам, растаскивают на разные направления. Далее Бердянское направление. Здесь противник вел безуспешные наступательные действия в районе Ромна Донецкой области. Идут бои в районе Старомайорская. И на данный момент есть информация, что вооруженные силы Украины имеют успех в районе Старомайорского. То есть мы продвигаемся вперед, освобождая нашу территорию. Противник отходит под нажимы наших войск. Насколько мы продвинулись и какой успех у нас в районе Старомайорского, ну, я думаю, мы узнаем чуть позже, завтра я вам уже доведу. Пока есть информация о том, что у нас там есть успех, мы закрепляемся на новых рубежах. Далее Запорожское направление. Тут тоже успехи вооруженных сил Украины в районе Работиного и Каменского. Наши войска продвинулись вперед и закрепляются на новых рубежах. Тоже, к сожалению, Генеральный штаб пока не дает уточнения, поэтому не будем называть более-менее конкретные цифры, но в любом случае наши войска продвинулись вперед. Херсонское направление. Здесь ситуация более-менее стабильная, но в основном, можно сказать, без изменений. Противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск, активно продолжает обстреливать правый берег артиллерии, кстати, и левый берег артиллерии по району Дачи в районе Олешек лупит российская артиллерия. Безуспешно, сразу скажу. Плацдарм стоит, плацдарм держится. Пока что, к сожалению, нет детализации, что там и как, более конкретно, как проходят боевые действия, но сам факт наличия этого плацдарма, сам факт присутствия наших войск на левом берегу, говорит о том, что мы уверенно удерживаем, и уже такое длительное время, уже три недели мы об этом говорим, говорит о том, что мы довольно хорошо закрепились на левом берегу, в районе Антоновского моста, между Антоновским мостом, я так понимаю, и Олешками. Более точного очертания плацдарма в открытом доступе, к сожалению, нет. Но артиллерийским обстрелам подверглись более 35 населенных пунктам на правом берегу Днепра, начиная от Никополя и заканчивая Херсоном, на всю глубину досекаемости российской артиллерии. Наша артиллерия ведет контрбатарейную борьбу по возможности, вот, но, к сожалению, среди есть пострадавшие и есть разрушение гражданской инфраструктуры и жилых домов в этих населенных пунктах, которые были обстреляны. В общем, за прошедшие сутки можно сделать следующий вывод из военной обстановки. Сватовское направление, то есть Купенск-Лиман, остаются самыми трудными на данный момент и самыми критичными для силы обороны Украины, враг имеет инициативу и преимущество в технике и в живой силе. Там, кстати, надо отметить очень большое скопление артиллерии и там нету, я так понял, что нет лимитов на расход боеприпасов. Кстати, это слово лимит на расход боеприпасов по артиллерии уже начинает входить в обиход на других оперативных направлениях среди расистских войск. То есть, вот эта работа наша кропотливая, планомерная, методичная работа по складам на всю глубину досягаемости наших огневых средств, она начинает давать результаты. Подвоз боеприпасов осуществляется с плечом в 100 километров и более. Боеприпасы расходуются с колес и поэтому их расход на некоторых направлениях довольно мал. Конечно, Купинская, Лиманская там прямая, там Валуйки рядом, база Рашистская и там плечо подвоза довольно маленькое. Конечно, они там могут себе позволить и безлимитный расход боеприпасов для их артиллерии. Но на Бахмутском и Запорожском участки оперативных направлениях здесь вооруженные силы Украины имеют инициативу, она в наших руках. Несмотря на медленное продвижение, вызванное большим числом минных полей и резерва врага, я сегодня утром вам тоже давал интервью, сказал, что я вспомнил фразу, когда-то в начале войны ходила такая фраза, что российская армия, она очень длинная. Она небольшая, она длинная. Мы ее нарезаем, она постоянно как колбасу, вот по кусочкам. К сожалению, здесь она тоже длинная, но ничего, мы нарежем, у нас хватит сил и возможностей. На Авдеевском отрезке враг пытается добиться хоть какого-то успеха, я уже говорил, там усиление приходит, но все равно успеха противник не имеет. Кстати, замминистра обороны Анна Малер огласила такие данные, что несмотря на то, что мы находимся в наступлении, у нас потери в разы меньше, чем у российской армии. На Бахмутском направлении 1 к 8 нашей потери, то есть на одного убитого украинского солдата приходится 8 убитых рашистских солдат. А на Запорожском направлении у нас примерно соотношение потерь 1 к 5,5, то есть на одного нашего погибшего воина приходится 5,5, примерно по статистике 5,5 убитых рашистов. Это вообще-то нонсенс, который войдет в учебники. Ну я говорил, что наша война перепишет всю военную науку, потому что здесь многие вещи переворачиваются с ног на голову. Обычно в наступлении потери в обратную сторону, наступающая сторона всегда несет большее количество потерь. А тут мы научились воевать таким образом, что мы еще и громим обороняющегося противника с большим превосходством нас в технике и в живой силе. Вот такой вот парадокс. И он очень хороший для нас. По оккупированным территориям. Здесь российские захватчики продолжают совершать мародерство на временно оккупированной территории Украины. В частности, в населенном пункте Мироновской Донецкой области с 10 июля зафиксировано прибытие подразделений чеченских террористов из состава Росгвардии. Это вот так называемые... Они же Росгвардейцы. Я вам говорил уже неоднократно, что у Кадырова... Нет, он не такой крутой, как Пригожин. Они там мерились, кто из них круче. Так вот, у Кадырова просто он имеет влияние на несколько частей и подразделений Росгвардии, которые дислоцируются на территории Чечни. И набраны из местных жителей. И он ими распоряжается. Кстати, я всегда говорил, что... Но при этом это федеральная структура. Я всегда говорил, что когда местные царьки начинают командовать федеральными структурами, это все. Это развал империи. Это та трещина, которая может отколоть довольно большой кусок от этой империи. Так вот, так оно и получается. Так вот, они прибыли в Донецкую область. Эти Росгвардейцы под названием Ахмат, они все время пытаются себя позиционировать как отдельные подразделения. Мы, Кадыровцы, мы с Дондоном, или как там они его называют, Кадырова. Называют там батальон Ахмат и еще там какие-то батальоны. Но реально это Росгвардия. Они принудительно выселяют местных жителей наших украинцев из домов и буквально выставляют на улицу. Самовольно заселяются в их жилье. То есть отбирают жилой фонд для себя. Также эти чеченские террористы массово занимаются мародерством. Грабят вещи местных жителей, что вызвало волну недовольства среди гражданских. Но, к сожалению, там нет никакого права, как закон тайга «Медведь хозяин» основной принцип русского мира, Рашистской Федерации. Поэтому людям даже и пожаловаться особо нечему. Ну а они грузят это все на грузовики и отвозят, и отсылают. У них есть что-то вроде там аналога нашей новой почты. И они точно так же отправляют домой награбленное имущество. То, что они на мародеры летут. Это все поощряется командованием. Это является одной из мотивационных направлений для того, чтобы их удерживать здесь. Чтобы их заинтересовать в этой войне. Деньги и возможность мародерить, насиловать, убивать. Вот такая у них мотивация. В то же время российские оккупанты продолжают использовать гражданские медицинские учебные заведения временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи. То есть наша песня «Гарна нова, починаем мы из нова». Если есть помещения, которые можно переоборудовать в военные госпиталя, они это делают. То есть количество раненых огромное. Кстати, мы подводим каждый раз итоги прошедших суток. И согласно сводке Генштаба, я вам говорю, суточные потери врага. Так вот, я напомню, что британская разведка, неделю назад я вам об этом говорил, британская разведка провела свою статистику. И они сказали, что к тому, что дает наш Генштаб убитыми или ликвидированными, так правильно будет сказать, оккупантами, надо прибавлять еще примерно 0,8 коэффициент раненых. То есть раненых где-то еще плюс 0,8 от числа убитых. Вот такая вот статистика, вот так вывела и британская разведка для себя. Так что вот отсюда такое количество госпиталей, которые они разворачивают везде. В школах, поликлиниках, в амбулаториях, в клубах местных. То есть там, где можно, везде разворачивается военный госпиталь. Они мобилизуют медицинский персонал. В Рашизской Федерации военкоматом отдельно стоит задача мобилизации медицинского персонала. Они заставляют подписывать контракт и отправляют сюда по контракту медиков из запаса и из действующих больниц. Тем более, что я напомню, что раненых не эвакуируют, кроме офицерского состава. Офицерский состав может быть эвакуирован на территорию Рашизской Федерации. Потому что количество раненых просто катастрофическое. И это может вызвать социальный взрыв в Рашизской Федерации. Поэтому рядовой сержантский состав медленно умирает здесь. Потому как тут на оккупированных территориях все разграблено и нету квалифицированной медицинской помощи. Офицерскому составу предоставляется вот такая привилегия быть эвакуированным в Рашизскую Федерацию для дальнейшего лечения и реабилитации или комиссации в зависимости от степени ранения. Так что вот такая вот с медициной у них крайне плохая ситуация. По нашим войскам авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла удар по пункту управления врага. 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и 6 по зенитно-ракетным комплексам противника. То есть 15 авиационных ударов было нанесено нашей авиации. В течение суток нашими защитниками были уничтожены 3 ударных беспилотника противника типа Шахет-136. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 пункта управления войсками, 3 средства противовоздушной обороны, 9 районов огневых позиций артиллерии и врага на 4 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов. В общем силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали оккупантов 600 личного состава, техники в танках 12 единиц, боевых бронированных машин 13 единиц, артиллерийских систем 30 единиц, 1 реактивную систему залпового огня, 2 средства ПВО, сбили 14 беспилотников оперативно-тактического уровня, уничтожили 12 автомобилей и 5 единиц специальной техники. Вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины за прошедшие сутки. Ну и вдогонку, вот тоже свежайшая информация подходит, сегодня утром наши морские пехотинцы завалили К-52, аллигатор. Был сбит вертолет огневой поддержки рашистских ВКС. Ну он попадет в завтрашнюю уже сводку, но все равно пропустить такую новость мы не можем. Вот такая вот военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Субтитры создавал DimaTorzok